Джизакский политехнический институт, факультет архитектуры и строительства, кафедра узбекского языка и литературы. Занятие по русскому языку. Тема. Конструкции простых предложений, выражающие условные отношения с предлогами при, в случае, в зависимости. Формы выражения условия. Формы включают в свой состав имена существительные, названия параметров предметов и явлений, величины, размера, длины, высоты, температуры, мощности, давления, напряжения, плотности, скорости. А также согласованные и несогласованные определения, дающие количественно характеристику параметра. Например, при высокой влажности, при давлении в атмосфере. От глагольное существительное название процессов и явлений. Например, увеличение, уменьшение, возрастание, повышение, понижение, охлаждение, сгорание, соединение, образование, изоляция, реакция. В этом случае форма союзом при в предложенном падеже употребляется в конструкциях с условно-временным значением. Например, при нагревании до температуры 100 градусов вода закипает. Здесь условие показывается с помощью союзом при в названии веществ и предметов, которые употребляются в сочетании со словом наличие или отсутствие. Например, при наличии достаточного количества влаги в почве семена прорастают дружно. Форма союзом в случае в родительном падеже включает в свой состав названия действий, состояний, явлений, не зависящих от конкретного лица субъекта данного предложения. Эти имена существительные называют в основном нежелательные явления. Вместе с тем при предлоге в случае возможны и слова, называющие положительные явления. Например, в случае успеха мы можем рассчитывать на расширение нашей экспериментальной базы. А теперь посмотрим другие формы выражения условия. Союз в зависимости в родительном падеже. В зависимости от грамматических правил языки делятся на трудные и легкие. Союз без в родительном падеже. Без внедрения в производство новых технологий невозможно развитие экономики. Союз с в творительном падеже. С помощью друга я добился успеха в бизнесе. И депричастный оборот. Применив новую технологию, можно повысить производительность труда. А теперь самостоятельно составьте предложение, используя данное словосочетание. Без остановки. Без усилий. При движении. При усилении. С развитием. С уверенностью. Продолжение следует. Продолжение следует.